добрый день всем присутствующим добрый день с вами компания кит финансы и я елена беляева и наш очередной байфинг посвященный техническому анализу нашего рынка итак сегодня мы ждали несколько новостей практически все они произошли сегодня опек оставили квоты на прежнем уровне что по крайней мере не будет причиной для падения цен на нефть скажем так причин для падения цен на нефть вот ближайшей перспективе нет второй момент по греции греция не выплатила сегодня долг и как она сказала вместо того чтобы 4 4 оплатежа делать она сделает 1 30 июня то есть компании стандарт импульс и фич посчитали что это нормально компания будис посчитала что это дефолт по сути дела ничего хорошего в этом нет и нет никакой гарантии что боится 30 июня 4 транше вот это суммарная сумму сможет оплатить поэтому в общем-то новость отрицательная отрицательная прежде всего для европейского рынка для евро 3 новой сегодня это данные по рынку труда американские данные вышли лучше чем ожидались намного лучше и это действует наук привело к укреплению доллара и соответственно на динамике доллар рубль это отразилось ослаблением рубля вот основные сегодняшние новости давайте смотреть что у нас происходит на индексе и ммвб у нас практически индекс ммвб на одном уровне но если учитывать что рубль буквально в короткий промежуток времени почти за неделю ушел с уровня 50 на 56 тут собственно 56 даже с половиной 56 75 даже сейчас то есть по сути дела это говорит о том что рынок на самом деле падает то есть если мы посмотрим на индекс ртс мы видим что пике до достаточно такое глубокое то есть снижение происходит и здесь уже следующей целью уровень 900 по индексу ртс и в общем то уже он кажется вполне достижимо поэтому пап по настоящему рынок падает но на индекс ммвб из-за ослабления рубля мы видим такую более менее стабильную ситуацию опять-таки все дальше дальнейшее будет зависеть от того как будет вести себя рубль то есть в текущей ситуации очень вероятно что ослабление рубля будет продолжаться цель может быть район 58 60 58 более вероятный сценарий развития событий и вот на фоне ослабления рубля и индекс ммвб может быть будет двигаться постепенно к верхней границе вот этого нисходящего канала но на самом деле мы понимаем что это не роста это падение просто такое невидимое падение да а вот завуалированное падение поэтому пока вот в текущей ситуации такая картинка вырисовывается что о по акциям по акциям опять таки на фоне ослабления рубля единственное что может заинтересовать на рынке это акции компании экспортеров которые получают доходы в долларах все рублевые вот текущей ситуации неинтересно в выходные не выходные а 7 8 числа пройдет саммит в еврозоне будут рассматривать все добавочные санкции против россии на фоне ситуации в украине и в общем тоже это позитива не добавляет то есть по сути дела негатив сейчас перевешивает но с учетом ослабления рубля индекс мвб может держаться стабильно вблизи текущих уровней делая вид что в общем-то все нормально вот давайте по отдельным бумагам пробежимся посмотрим что здесь есть у нас в тб ничего да все просто вот поймая линия газпром пока тоже на текущих уровнях уровень сейчас 140 долларов отрабатывается есть попытки пойти ниже но скорее всего за счет ослабления рубля возможно и удержится гмк норникель здесь в принципе с технической точки зрения сигнал на покупку имеет место то то есть здесь пробит уровень 9 800 и собственно вот это одна из бумаг в которой есть сигнал на покупку дальше лукойл пока я думаю что интереса не представляет то есть тут диапазон который сложился диапазон сложился и собственно в нем пока происходит движение ничего интересного дальше мосбиржа сегодня немножко очнулась и чуть-чуть прибавляют но собственно тут тоже ничего особенно интересного не происходит пока вот тоже диапазон поэтому я думаю что смысла не отреагировать на это мтс пока без каких-то изменений уж ушла цена ниже уровня 240 хорошо выглядит ростелеком здесь может быть уход выше уровня в район уровня 90 сейчас цель 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 90 здесь по ростелекому дальше что еще мы можем посмотреть сбербанк пока ни о чем но сбербанк наверно в текущей ситуации вряд ли будет привлекателен поэтому его лучше не рассматривать северсталь в общем то практически по свой дивидендный гэп уже закрыла достаточно быстро все произошло поэтому к бумаге пока относимся тоже с позитивом здесь в принципе вполне возможно постепенное набирание высоты дальше что еще срут нефтегазпреев мы смотрим как-то вот он не шевелится но мне кажется что все равно бумага все равно в текущей ситуации должна пойти все равно сюда должны прийти покупатели потому как больше некуда доллар крепчает дивиденды приближаются поэтому я думаю что все таки здесь тоже это одна из бумаг в которой есть сигналы на покупку то есть это вот буквально по пальцам и сейчас можно сосчитать то что в общем то остается привлекательным дальше что еще урал калий пока не справился с уровнем 150 яндекс от 1000 мы сказали что будет откат да вот это произошло в район пока 960 поэтому здесь такой диапазончик снова сложился дальше смотреть уже по выходу из диапазона если будет пробиваться 1000 тогда может быть выход к опять район 1100 вот такие вот ситуации рост нефть давайте еще глянем тут в общем то ничего нового интересного поэтому пока скорее всего вот какого-то оптимизма большого по рынку нет рублевые цены скорее всего будут держаться на текущих уровнях и будут ждать какого-то повода негативного или позитивного как оно там сложится то есть рынок сейчас очень обеспокоен и возможностью начала новой волны военных действий в украине есть такие опасения и я думаю что это может произойти после саммита евросоюза скорее всего санкции оставят без изменения и в общем то ритуре как будет такая что санкции будут надолго и возможно будет уже просто наплевать на их мнение и собственно возможно перестанут сдерживать вот эти движения так скажем попытки днр лнр выйти на полную скажем так полный объем областей возможно и тогда ну скорее всего рынок будет расценивать это в негативном ключе то есть если будут военные действия возобновляться поэтому такая опасность есть она достаточно актуальна и если это будет иметь место то на рынке будут распродажи то есть сейчас бы рынок очень тонкий притока на рынок денег вообще нет и взяться свежим инвесторам ниоткуда позитива нет совсем и вот в этой ситуации негатив он будет отрабатываться сильнее чем позитив скорее всего так давайте посмотрим вопросики прошу пятницу завалили рынок на 3 процентов одной из причин была озвучена вывод средств из фондов нет совсем то и процента в пятницу в прошлую совсем было не про то 3 процента в прошлую пятницу была новость разглашены были черные списки российские против чиновников евросоюза на этом было падение то есть это разглашение этих списков расценивали как на эскалацию напряженности новую между евросоюзом и россией что собственно и произошло и тут приток отток денег фонды уже не сыграл совершенно никакой роли это было новостное движение чистое поэтому эта новость тут совершенно не причем будет ли дорожать русал ну давайте глянем на русал а вообще как компания на скажем так метеоргическая русалу может в общем то может показать какое-то движение но как компания не топ ликвидная скажем так в нее возможно приток денег будет не как сказать на не в первую очередь вот так то есть здесь возможно движение если будут какие-то новости позитивные или если здесь какое-то движение начнется то есть будет в чем участвовать то есть пока вот и совершенно такой мертвый сезон вот здесь вот наблюдается в районе 290 рублей я думаю что вмешиваться в этот процесс смысла не имеет здесь нужно чтобы цена пробила как минимум уровень тариста тогда можно рассматривать этот вариант поэтому здесь все быть может но будет или нет сейчас никто вам не скажет потому как у сейчас на рынке вообще прогнозы делать и неблагодарное дело то есть сейчас факторы которые вызывают движение они меняются достаточно быстро и и сейчас прогнозировать движение каких-то бумаг можно только с точностью угадал не угадал я поэтому как-то не хотелось бы этим заниматься вот по то есть поэтому мне кажется что лучше по факту то есть по факту если движение будет туда пока вот честно говоря не видно поэтому посмотрите хотя бы как минимум выход выше 300 если это произойдет хотя бы 21 средняя на дневном графике будет пробита тогда можно на будет какие-то попытки предпринимать мне кажется так в декабре когда доллар был 75 рублей сургут паев вообще уронили на 25 рублей уронили совершенно опять-таки на новостях если вы помните уронили на новостях о том что сургут заставят купить акции роснефти пакет акции роснефти и сургут падал из-за того что у него на счетах очень такая солидная долларовая подушка и инвесторов испугало именно то что эта подушка будет истрачена на что-то не очень привлекательное вот и поэтому это падение произошло и в этом году такие слухи тоже подтверждались и в этом году тоже было было это падение 48 рублей 47 вот здесь рублей вот это движение вниз оно тоже было на тех же самых новостях парус нефть то есть вот эти вот новости они периодически появляются и в общем то участники рынка уже начинают опасаться что в конце концов эти новости реализуются поэтому в общем то и спроса мы не видим в этой бумаге поэтому что там будет происходить если это действительно будет происходить так если сургут будет покупать пакет роснефти конечно это будет негативно восприниматься рынком и это может в конечном итоге сломать вот этот красивый восходящий тренд который мы здесь наблюдаем он вполне может на этом и закончится если эта новость подтвердится пока в общем то есть шанс что еще один заход в сторону максимумов будет на ожидании дивидендов все таки 8 рублей на дороге не валяются на акцию которая стоит 39 рублей в общем то это вполне хороший дивиденд мне кажется что все равно ближе к осечке движение будет но видимо краткосрочное вот пока ждут пока ждут видимо прояснения ситуации и пока не спешат участвовать вот так разве роснефт плохая компания это же не мечел какая бы это ни была компания это трата денег долларов на то что потом возможно нельзя будет продать по той же цене то есть то что сейчас находится на счетах у сургута это именно доллары то есть актив который дорожает по мере ослабление рубля сам по себе и именно вот сургут нефтегаз ПФ эти акции воспринимают к саму компанию сургут нефтегаз ПФ воспринимают как мешок с деньгами то есть если этого не будет то будут по-другому относиться к компании так вот давайте глянем на нефть сегодня цены на сохранение квот на по-вежнему уровне по крайней мере не привело к ослаблению нефти то есть здесь была даже попытка подрасти на ценных на нефть в общем ожидания они факт совпал по сути дела с ожиданиями поэтому большого движения собственно не случилось пока цены вполне на комфортных уровнях выше 60 долларов за баррель и вот похоже пока вот в ближайшей перспективе вполне возможно что будут держаться в этом уровне какое-то время то есть решение ОПЕК по крайней мере не привели к снижению по доллару на рублю продолжается ослабление то есть здесь в район 58 рублей скорее всего будет продолжение довольно резкое ослабление произошло за последние буквально 10 дней очень резкое ослабление рубля поэтому в общем-то некоторую нестабильность опять вносит эта ситуация на рынок рынок любит стабильную ситуацию на валюте и здесь в общем интересны те уровни на которых стоится это движение поэтому пока вот ориентир 58 рублей по фьючерсу на индекс ртс фьючерс на индекс ртс продолжает снижаться то есть здесь 90 90 90 тысяч вот целевой уровень снижения ну практически достигнут посмотрим сможет ли этот уровень остановить это снижение сможет ли здесь остановиться это движение пока вот ориентируемся на 90 тысяч вот собственно наверное и все на сегодня спасибо всем за внимание до свидания до понедельника